видимо ключевой вопрос это мариуполе в мариуполе противник постепенно с боями вытеснен из жилых из городских районов и спорта и завода ильича и заблокирован на заводе азов стали там они находятся в кольце в окружении полном заблокированы в этом технологическом комплексе но тут я должен напомнить или рассказать что это один из крупнейших технологических комплексов в европе азов сталь азов маш они там вместе находятся и это очень крупный разветвленный комплекс там подземные этажи там укрытие это советская постройка которая еще и многократно достраивалась и перестраивалась естественно и в силу технологических особенностей в силу многих нюансов того как это дело в советском союзе там огромные и технологические и специальные подземные сооружения укрытия или же сооружение которое можно использовать в качестве укрытий поэтому это это крайне тяжелое место для ведения боевых действий наверное даже не с чем сравнить это одно из уникальных мест в данном смысле если серьезно то мне самому очень интересно собственно почему они не сдались и что ими движет я могу только порассуждать вслух вот об этом вопрос меня тоже интересует и тоже я на него пока не знаю ответа видимо на него какой-то свет прольют пленные я подозреваю да и готов выдвинуть предположение что они будучи в значительной своей части молодыми людьми которые воспитаны в атмосфере вседозволенности беспредела и безнаказанности которая есть на украине у нацистов у сторонников вот этих организаций у скинхедов мы это неоднократно слышали от пленных и видели в тех или иных украинских там видео до передачах видимо они просто вообще не могут поверить что вот существует вот это вот . когда вот все конец до что они не выкрутятся они не выйдут оттуда героями киборгами до в кавычках они не не придет добрый дядя милиционер как это происходит в харькове с ними же да и не отпустит их под расписку братишек из их банды то есть я думаю что это вот та степень оторванности от реальности и оторванности от того как вообще происходят вещи в мире когда они может даже если умом понимают то не готовы вот ощутить до конца что это конец эта точка невозврата что вот какого-то магического прихода их белого вождя который со всеми договориться и выведет их с почетом там не будет и что что это просто будет вот конец полностью может быть они просто этого не понимают может быть они надеются на то что они протянут там некое достаточно долгое время и как их убеждали и убеждает сейчас их пропаганда нанесут критические потери россии критические потери нам и в итоге выйдут оттуда победителями войдя в историю да и верят до конца что вот еще чуть-чуть и из-за критических потерь вот все прекратится может быть они верят в эту ложь может быть они верят в ту и другую одновременно может быть они верят что их вы меняют что они проявят что что их возьмут в плен с оружием в руках да они не сдадутся ну в конце там когда будут заканчиваться боеприпасы а потом быстро и безболезненно для них относительно быстро и относительно безболезненно для них вы меняют на кого-нибудь вот я готов предположить вот эти вещи но до этого момента надо дожить да но ну возможно не считаю что какая-то значительная часть доживет возможно возможно они грубо говоря вот имеют какую-то причудливую кашу в голове из всего того что я перечислил возможно в них настолько сильна их идеология ну хотя как-то этот сильно или не сильно их идеологии все равно я немцы в сталинграде сдавались и так или иначе сложно сказать мог быть они настолько хорошо вымуштрованы что они ждут приказа сдаться который должен к ним поступить от их, ну, я бы сказал главнокомандующего, но я думаю, что они его не ставят ни во что, главнокомандующего, я думаю, что скорее Билицкого, скорее их личного лидера, их личного командующего. Я думаю, что вот эти причины, такое вот, да, вот такое детское неверие в возможность собственной смерти и абсолютное вот непонимание того, что они могут не уйти оттуда безнаказанными, где-то в сумме, ну, в тех или иных вариантах приводит к тому, что они не сдаются.